Вы сожалеете о своём поступке? Почему так реагируете? По данным следствия, вечером 11 февраля 2022 года двое обвиняемых, находясь в автобусе, оскорбляли местную жительницу. Один из них избил пострадавшую. Затем подростки, выйдя из автобуса, также неоднократно оскорбляли и применяли насилие в отношении этой екатеринбурженки и её матери, которая подоспела на помощь дочери. При этом в ответ на призывы женщины прекратить противоправные действия, один из злоумышленников сломал женщине ногу. После уличной стычки с местной гопотой, Надежда Глазова, наставница подростка в военно-патриотическом клубе при районном клубе, долго проходила с загипсованной ногой. Удар озверевшего юнца раздробил женщине лодыжку. Она перенесла две операции и ожидает третью, а у её дочери врачи диагностировали сотрясение мозга. В своё время эта история вызвала широчайший общественный резонанс. Силовики после всего произошедшего даже как следует перетрясли сортировку, чтобы освободить её от нелегалов и юной гопоты, которая буквально затерроризировала весь район. В частности, один из подсудимых позапрошлой весной ударил кулаком в лицо знакомого старшеклассника и вытащил у него из кармана тысячу рублей. А второй в ту пору тоже студент одного из екатеринбургских колледжей отобрал у незнакомого таксиста мобилу, а когда молодой извозчик пытался её вернуть, сломал парню нос. В ходе прения сторон прокурор попросил для 19-летнего юнца реальный срок по совокупности им содеянного в 6 лет и 10 месяцев, а для младшего, 18-летнего, 5 лет. Режим тот же общий. В своём последнем слове на миг заявил о том, что сам стал жертвой. Детская девушка пыталась отобрать у него сумку. Когда юнца выводили из зала суда, он бросил в толпу тюремный клич, принятый у воров. Вы сожалеете о своём поступке? Почему так реагируете? Роял уркам ничего не желал. Он по бумажке зачитал покаянный текст с извинениями. В итоге первый получил три года общего режима, второй – три с половиной.